В мире иллюзий, настроев, информации и симуляторов очень важно визуализировать. Про удивительную силу визуализации. Вот у меня есть предметы визуализации. Представьте, что все ваши проблемы с деньгами решены. Ведь в наше время каждый может стать атлантом, буржуа или менеджером в МТС. Пока твои друзья, быдланы, тратят свою жизнь на кальяны тёлок, ты смотришь новое видео на канале Бизнес Молодость или Мотивашки Войтенко, а возможно ты знаешь английский язык. Но тогда источник мотивации бесконечен. Тут и Джордан Питерсон, Тай Лопес, Майкл Виннет, Тони Робинс и тому подобное. Конечно же в умеренных дозах я уверен, что эти мотиваторы-провокаторы могут помочь человеку добиться определенных целей. Но есть же определенный процент людей, которые молятся на этих гуру, создавая своеобразный культ, а мотиватором, создавая бесконечный стрим бабла. К нашему счастью есть прекрасный пример жертвы этих интернет-гуру. Человек, который не имеет идей, духовной цели, желания изменить мир и, честно говоря, не имеет даже таланта, но имеет веру, мотивацию и желание разбогатеть. Это Анкл Адамс. Анкл Адамс Hey guys, what's going on? Анкл Адамс here. I gotta be honest, the numbers are not looking good for me. So what I mean by that is I just checked all the money that I owe. And I'll be honest, I owe $164,000 right now. Why? Because I chose to quit my job and go all out after my dream a few years ago. Главный фокус этого видео – парень из Канады, самопровозглашенный, мотивационный рэпер, оратор, антибуллинг-активист и, конечно же, модель для подражания. В общем, очень многогранный парнишка. Настоящее имя этого человека – Кертис, и я так его буду называть на протяжении всего видео. На первый взгляд, конечно же, может показаться, что человек занимается очень достойными делами, он преследует свою мечту, он влаживается в нее на все сто процентов, и это, скорее всего, правда. Но есть одна проблема. Как он пытается добиться своей мечты? Во что он верит? И вообще, какая у него конечная цель? Давайте я начну с предыстории, потому что пару лет назад этот человек был очень популярен в зарубежном интернете, и я до сих пор не видел здесь у нас в русском пространстве видео об этом парнишке. Давайте я вас погружу в интернет-историю. В общем, Кертис верил, что в этом мире, в нашей системе можно, как говорится, выйти из грязи в князи. И из его видео можно было понять, что он верит в визуализацию, то, что нужно в себя верить, и этого достаточно, чтобы стать популярным, богатым, успешным. Также он себя стал презентовать как человек, который хочет бороться с буллингом в школах, хочет мотивировать людей и сделать этот мир лучше. То есть самые банальные стереотипные маркетинговые ходы, которые используют корпорации. И этот план к успеху, который он получил, я практически больше, чем уверен, от мотивационных спикеров, и, возможно, он прочитал книгу «Тайна», которая учит тому, что можно добиться всего в этой жизни, только нужно визуализировать и верить. Я лично считаю, что это сказки для отчаянных людей, которые хотят самих себя обманывать. Каждый человек имеет право на конкуренцию и может конкурировать в этом рыночке, но далеко не каждый выиграет и станет успешным. Очень существует много факторов. Также удача. Поэтому верить просто в себя этого недостаточно. И Кертис на своем примере покажет вам, насколько комично на самом деле выглядит человек, который и правда верит в эти мантры. Как видите, в начале ролика он взял долг на 160 тысяч долларов для того, чтобы засветиться в разных телепередачах на канадском ТВ, для того, чтобы купить рекламки, чтобы у него был свой менеджер. То есть он уже себя вел так, как будто он успешный рэп-исполнитель, у него есть какая-то фан-база. То есть он не хотел выходить из андеграунда на протяжении нескольких лет, он не хотел там находиться, он сразу решил пойти в мейнстрим. Но, как ожидалось, этого не получилось. Что нет ничего обидней, как сказать человеку нашего времени, что он неоригинален, обыкновенен и без особых талантов. Вы думаете, меня генерал Епанчин по злобе обижает? Нет. Потому что я ничтожен и обыкновенен. Вот это-то меня и бесит. Вот почему я так страстно хочу денег. Денег, денег, денег. Ой, если я наживу деньги, я буду в высшей степени неоригинален и талантлив и умен. Деньги тем подлее, тем ненавистней, что не дают человеку все, все, все. Это также показывает, что человек не хочет как-то работать над своим артом, он не хочет, чтобы люди поняли его внутренний мир через его музыку. Нет. Он просто хочет добиться успеха любой ценой. И через какое-то время он все-таки добился маленькой популярности, но не такой популярности, как он хотел. После того, как он выпустил музыкальное видео на его трек Original, люди стали просто использовать его как мем. То есть он создавал контент серьезно, но люди воспринимали его совершенно не серьезно. В итоге, чтобы не компенсировать вам мозги, сразу скажу, чем это все закончилось. Кертис так и не выбрался со своего положения. Его популярность только стала уменьшаться со временем, потому что люди уже насмеялись, люди сделали многие различные видео по этому поводу, о том, как не стоит поступать в своей жизни и так далее. Сегодня я зашел на его YouTube-чанел, у него 40 тысяч подписчиков. Последняя его песня выходила в августе, она набрала 8 тысяч просмотров, что вы понимаете, далеко от успеха. И самое главное, что я хочу подметить, что я ни в коем случае не пытаюсь делать это видео для того, чтобы высмеивать этого человека, говорить, что он низкоинтеллектуальное существо. Нет, мне на самом деле его жалко, потому что я вижу жертву, жертву мотивационных спикеров. И это я беру не просто с головы, это очень легко понять, потому как он излагает свои мысли в своих влогах. Каждому человеку хочется верить в то, что он особенный, что он добьется всего в этой жизни. Главное захотеть. Это заставляет тебя чувствовать очень оптимистично, хорошо и прекрасно. Только нужно понимать, что система капиталистическая от этого только выигрывает. Этой системе нужно, чтобы люди верили, что все мы атланты. И только дай нам свободу, свободу рыночка, и мы все можем выиграть. Просто нужно быть смелым, хорошо настроенным человеком, который готов на все ради своей мечты. Если он будет стараться, то у него все получится. Но на самом-то деле не у всех все получится. И все эти известные бизнес-мотиваторы, они понимают, что люди на самом-то деле чувствуют себя очень тревожно. У них поднимается стресс, потому что после того, как ты закончил университет, я думаю, что 90% людей это чувствуют по всему миру. Ты не знаешь, что делать с твоей жизнью. Вся твоя жизнь кажется, как одна большая шутка. И, конечно же, люди видят богатых людей в Инстаграме, в Ютубе. И никому не хочется быть внизу иерархии. Все хотят быть на высоте для того, чтобы иметь цыпочек, чтобы быть счастливым. Ведь народ и правда думает, что имея богатство, успех, в кавычках так называемый, они станут счастливее. И как я сказал в начале этого видео, эти бизнес-мотиваторы в первую очередь создают культ вокруг своей персоны. Они ищут отчаянных людей, которые находятся в страхе, в страхе перед этой жизнью. И здесь нет никакой разницы между обычным религиозным культом, например. Если вы поедете в любой большой мегаполис, рекрутеры из секты будут специально выискивать людей, которые только-только эмигрировали в этот город. Почему? Потому что любой человек, который эмигрировал один, знает, как это чувствуется. Ты чувствуешь себя одиноким, ты чувствуешь себя потерянным, ты находишься в непонятной для себя обстановке. И они это знают. Знают, что у тебя есть страх, у тебя есть чувство тревоги, потому что ты потерян. И они предлагают свою помощь. В первую очередь они предлагают тебе дружбу. Они предлагают тебе чувство принадлежания к какой-то социальной ячейке, сообществу. Люди со слабой психой очень легко поддаются этому. Они даже начинают верить во все, что говорит эта секта, лишь бы принадлежать к ячейке общества. Опять же, они будут самообманывать себя, лишь бы чувствовать хорошо. И также действуют мотиваторы. Они создают свой культ. И оба эти культа, если мы называем религиозный культ и культ мотиватора, они в первую очередь делают из этого деньги. А люди страдают. И поэтому мне жалко Кертиса. И поэтому мне жалко людей. И я понимаю, что в нашем обществе это происходит каждый день по всему миру. Люди в отчаянии. И изменится ли это в будущем? Ну мы посмотрим. Мне кажется, что скорее всего, да, изменится. Убей в себя, рабский дух, зацадский твой пастух. Раслил страну и не поднять целину уже. Повсюду блядь и в неглиже, как серпом по Фаберже этот сюжет. И даже молот переплавили, хачи и зигометы. Фото у вечного пламени. И от стыда за вас краснеет красное знамя, блядь. Тоталитарный строй угнетал. Но у руля теперь царь капитал. А ты все тот же раб, только в штанах от Левис. Товарищ Ленин с неба плюнет вам на лысину. Теперь молись, сынок. На эту истину, она откроет тебе дверь в апатии.